всем доброго здоровья у нас очередная неделя тренировок привет народ с вами как всегда и катерина и дмитрий и я надеюсь вы будете вместе с нами выполнять упражнения для себя для себя ради себя во имя себя ну что как всегда да мы соблюдаем исходное положение тела если у вас травма значит вы сидите на стульчике макушка тянется вверх либо на любом другом диване кушетке коляске макушка тянется в спину вы стараетесь удерживать ровность соблюдаете углы сгибания в коленах коленостопных суставов стопа плотно прилегает к полу если вы выполняете это упражнение как разминочная вы часто сидите за компьютером у вас болит голова плечи напрягаются то вы выполняете это упражнение стоя вы становитесь делать нейтральное положение корпуса то есть это немножко копчик подворачиваете вовнутрь при этом вы не задерживаете дыхание просто стабилизируете свой корпус пупок стремитесь стремится к позвоночнику так мы начинаем с подъема плеч поднимаем плечи максимально вверх опускаем плечи максимально вниз выполняем это мышечным напряжением и будем делать сегодня 20 раз 2 3 4 не забываем про дыхание 5 6 7 8 9 10 еще продолжаем 11 12 13 14 15 16 17 18 19 и 20 хорошо следующее упражнение разогреваемся будем выполнять одним плечом плечо лопатка у нас будут участвовать в этом движении выполняем максимальный диаметр круга плечом лопаткой вперед 10 и сразу же этим же плечом выполняем назад тоже 10 затем вторым плечом все колясочники не забывайте обуваться потому что очень много проблем по стопам мы переписываемся со всеми и все они появляются за то что не обутые люди занимались прозевали теперь уже надо восстанавливать конечно стопу поэтому обувайтесь да очень важное замечание то есть не всегда об этом говорят когда вы находитесь на реабилитации просто забываем сказать считает это само собой разумеющееся во время выполнения упражнения ваша стопа должна быть на достаточно плотной поверхности когда вы сидите или далее здесь 10 и обратную сторону максимальный диаметр круга раз два рука расслаблена работает именно плечо лопатка локоть расслаблен сколько 6 9 и 10 то же самое выполняем второе плечо макушечка тянется вверх так спастика долбит вообще любит ноги под себя поджимать походу меня как сказать ни при чем что погода меня и за как то я что 4 5 6 7 8 9 10 и в обратно 10 9 8 7 6 5 4 3 2 и 1 хорошо проработали каждое плечо по отдельности и теперь работаем двумя одномоментами когда мы делаем двумя одномоментами у нас больше будет включаться грудная клетка в это движение но не сильно то есть мы никаких наклонов не делаем максимального скручивания и голову вниз мы не опускаем то есть это все равно работает плечо и лопата делаем 10 вперед и тут же 10 в обратную сторону 1.1 2 дом heal 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 и тут же в обратную сторону 1 3 чем 2 и 5 и 5 и 5 и 5 и 6 и 5 и 5 и 5 и 5 и 5 и 6 и 5 и 6 и 5 и 5 и Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять. Хорошо. Хорошо разогрели верхний плечевой пояс. Можем поднимать руки вверх. Да? Вверх. Как мне? Да. Следующее наше упражнение. Выводим ладонную поверхность под угол 90 градусов по отношению к предплечью. Так. Ладонь по отношению к предплечью 90 градусов. Локти прямой. Локтевой суставчик у нас прямой. Клечевой мы работаем. Ключицу можем придерживать, чтобы не поднималась лопатка и ключицы не ползли вверх. Поднимаем руку максимально вверх, опускаем вниз, раскрываем плечевой сустав. Что так тихо говоришь сегодня? Как-то утро только началось. Круто утро, 12 часов утра нет. Давай, какой 12 часов? Кто-то как-то поторопился. Раз, маховым движением. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. То же самое со второй рукой выполняем. Прижимаем немножко ключицу. Ключевой сустав оставляем свободным, чтобы он мог выполнять движение. И раскрываем при помощи поднятия руки вверх. Ты готов? Угу. Спасти, Катина, да. Могу упасть, кстати. А что тогда? Так, ты не давай мне это звуковое решение проблемы. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Хорошо. Хорошо. Через стороны поднимаем точно так же обе руки одномоментно. Уводим вверх через боковое отведение. Возвращаем в исходное положение. Скажи что-нибудь веселое, так же. Давай лучше позже. Ты устанешь, и я как раз повеселюсь и расскажу что-нибудь веселое. Не слышали тебя давно. Давай. Сейчас. Пальцы разомно. Могу интересное рассказать по поводу того, что ты говоришь, могу упасть. Да, то есть, очень часто бывает во время выполнения упражнений, да, может, вы замечали, да, там, вы еще не готовы к какому-то упражнению, у вас есть страхи какие-то, и вы начинаете бояться того, что сейчас вот там подумал, поведет в сторону, и буквально не успели вы подумать, как это и происходит. Бывает это, в общем, по другим причинам. Первая причина, это на самом деле вас повело, да. Вторая причина, это ты, а вторая все твои мечты. А вторая причина, это то, что вы буквально вот этой вот своей силой мысли, как говорится, да, дали импульт по нервным окончаниям для того, чтобы совершить это движение. Причем сделали вы это неосознанно, да. Это, к слову, о выполнении упражнения, которые осознанные, да, там, я сгибаю палец, и вам кто-то его сгибает, если это пассивное движение. Или я сгибаю палец, а палец у вас еще на этот момент двигается только совсем, совсем незначительно, но в уме вы проговариваете себе. То есть, вы даете своему пальцу команду. Вот то же самое у вас происходит, когда вы боитесь какого-то упражнения, вы к нему еще не готовы морально, и при этом вы даете себе своим страхом команду испортить, грубо говоря, это упражнение. Так вот, понаблюдайте за собой, возможно, вам будет интересно, как это работает. Что ты умеешь, что ты умеешь, ты специально упал, ты сам упал. Так, берем палочку, я беру ленту. Палочку. Сейчас немножечко разогнемся. Я возьму ленту. Горит, 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 очень сильно, ноги горят. Нагрит. Согреваешься, да? Так себе. Следующее упражнение выполняем. Взяли ленту. Ленту мы немножечко растягиваем. Если это палочка, мы берем ее максимально широко. Пальчики смотрят у нас, если это лента друг на друга. Если это палочка, значит, просто зажимаем ее кисти. Локти выпрямляем, поднимаем максимально вверх, опускаем вниз, соблюдая растяжение ленты, если работаем с лентой, либо работая по максимальному удалению кистей на палочке. Максимально широко? Да, максимально максимально широко. И просто поднимаем, все? Открываемся, макушку тянем вверх, не рывком. Мы работаем, спокойно опускаем. Два. Угу. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Хорошо. Хрустят плечи. Катя, почему все хрустит? Ну, это, скорее всего, сухожильные твои щелчки, то есть застоялись плечики, не поднимая. Это хорошо или плохо? Это нормально. Это пофигу? Можно обращать внимание, можно нет? Да, вы обращаете внимание на то, когда вам больно, да? То есть, либо это как-то прям дискомфортно, больно, доставляет неприятные какие-то ощущения. Если это просто щелчки, которые вдруг появились, при этом у вас нету никаких болевых ощущений, нету дискомфортных ощущений. Бывает такое, что застоялась ткань, да? И появляются вот эти вот моменты, пощелкивание, прощелкивание, похрустывание, да? Пусть будет, ничего страшного. То есть, вы уже пока с этим, ну, не паникуйте на этом моменте. Хорошо. Если вы будете, кстати, заниматься, могут эти щелчки стать мягче, да? То есть, они будут более такие мягкие по звуку. Либо пройти совсем. У некоторых это может остаться. Но вот главное, чтобы это не было дискомфортным, болевым ощущением. Это зависит от травмы или до всех людей? Со временем это у многих появляется. То есть, паспорт надо смотреть, да? Да, да, надо подглядывать в документы. Так, берем и поплыли на луточки. Здесь у нас участвует плечевой, локтевой, лучезапястный сустав. Сгибаемся, не сгибаем? Да, сгибаем, разгибаем локти. Локаток. Раз, раз. Два. Два, два, три, три, четыре, четыре, пять, шесть, шесть, семь, семь, восемь, восемь, девять, девять и десять, десять. Немножечко отдыхаем и плывем в обратную сторону. Можно уже на это идти, на плавание. Да, преподавать. А, видела, уже полегче делать, полегче. А, все, уже все. Ну, раньше шатало. А сейчас даже с пластика не мешает тебе. А, как не мешает, на носочках стою. Ничего страшного. Поднимаем, ну, легче. Так, ну что, давай. Не засиживаемся, как я сейчас говорила. Да, засидишься. Раз, раз, два, два. У меня вот тоже сейчас щелкает. Четыре, четыре. Я промолчу? Пять. Паспорт посмотреть? Да. Шесть, шесть, семь, семь, восемь, восемь, девять, девять и десять, десять. Хорошо. Сверхием сам. Берем палочку позади себя, то есть подвигаемся поближе к стулу. Так. Если вы стоите... Уважайте руки максимально назад. Прямые, и сгибайте вот эти вот суставы. Пальцы смотрят от вас. Сколько раз давай? Двадцать, десять раз. Давай. Раз, спинка прямая. Два. Стараемся не рывком. Три, спокойно. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь. Девять. Десять. Сгибаем локти. Сразу? Подержать? Да, да, да. Давай. Тошли, значит. Угу. Ай, ты кашля, мой кашля. Немножечко отдыхаем. Выдвигаться не надо, да? Нет, не надо выдвигаться, потому что мы потом будем делать еще прямыми руками, обратно на лапу. Локти, как крылышки, вырастают вверх. Раз. Широких в объем. Да. Два. Три. Четыре. Пять. Не забываем, да, про дыхание. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Девять. Вот про локти сказала, как крылышки, и сразу сложнее стало делать. Некоторые просто подворачивают и выполняют вот таким вот образом. Плечами. Да, локоть уводится не вверх, как крыло, да, а немножко острее он, а лучезапястный упирает палочку в поясничку. Все понятно, что ты тут нам 300 раз одно и то же рассказываешь. Действительно, все уже с нами. А хоть 500 раз расскажи все равно. Все равно непонятно. Так, теперь мы будем делать упражнение обратным фактом. Пальчики будут смотреть на вас. Тише. Я понял. Обратно. Так. Раз. Два. Макушка, спина. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Блин, это кажется, что вроде плечами работаешь, а спина горит огнем. Это вроде бы плечами работаешь. Ну да, вроде бы, кажется, да. Как многие. Да, что там? Упражнения какие-то никогда в жизни на ноги не поставят. Как писали некоторые. Катики на упражнения на ноги не поставят никогда к себя. Да. Ты не скажешь, что ты будешь стоять на ноги? Я не обращаю внимания на самом деле. Я про себя знаю больше, чем они про меня. Это отлично. Так, ну что, меняю вклад. И сгибание. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Блин, я устал. Супер. Я ухожу. Это меня еще больше порадует. Так, следующее наше упражнение будет. Хитеры. Хитеры такие они называются. Хитеры? Ну, пускай похитят немножечко. Им полезно. Как говорил один мой знакомый, когда собаке делать нечего, так он занимается своей гигиеной. Знакомый или собака? Знакомый собака. Знакомый собака занимается гигиеной. Так, а мы делаем следующее наше упражнение. Растягиваемся ладонной поверхностью. Обеими ручками тянемся в обе стороны. На моменте растяжения идет счет. Десять счетов. Мы все это время тянемся. То есть не так, что последовательно как будто отталкиваем и приближаем к себе что-то, да? А именно толкнули и держим на растяжении. Делаем. Нет. Давай. Тянемся. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Все. Видишь, что спастика уже поменьше стала. Уже на руках нет такой, как была скованность. Угу. Разогрелся, кровушку погонял. Организму погонял, лимфу. Просто спастика. Ну вот на самом деле, походу, никто и не понимает, что это такое. Я всем пишу. Занимайтесь спортом и растяжками. Помогай тут брать спасти. Пусть на время, но пройдет время, начнется опять. Повторяйте. Упражнение, растяжки. Спастика это сложная система. У меня спастика появляется тогда, когда что-то не нравится моему телу. Буду лежать на спине два часа. Все. У меня начнут ноги прыгать. Хотя сразу ложишься, вроде нормально. Перевернулся на живот. Все. Лежишь два часа. Спастики нет. Потом опять спастики. Просто на самом деле, человек, который ходит, он не сможет лежать вот так, как мы. У него тоже все будет. Ну, он просто не сможет. Если бы он так вот пролежал, у него бы тоже началась спастика. Вот такая. Будь колотить началась, если бы он неподвижно лежал. Я думаю, что его нервная система ему гораздо раньше сказала. Повернись ты хоть ногу пошевели, поверни ее. Да, да. Влево, вправо. Хоть руку на грудь положи или за голову. Ну, то есть, вот какие-то такие моменты. И все думают, что там лег на спину. На самом деле, да, то есть, пациент после травмы, он лежит в одном положении по-хорошему. Он находит для себя наиболее удобное положение. И лежит в этом положении длительное время. То есть, и все системы организма, они, ну, по-простому затекают. Да, им нужно какое-то движение. И в этот момент спастика, она как раз-таки говорит вашему организму, что все, хватит, я затекла. Повернили мной хоть как-нибудь. Если ты с этим не справишься, то я сама это сейчас сделаю. Вот и все. А после травмы, как правило, мы очень много сидим в коляске. И наше тело привыкает к тому, что ему сидя удобно. И потом, когда мы начинаем ложиться, выпрямлять свои ноги, руки, нам организм говорит, да не, надо садиться, потому что сколько можно уже лежать. Поэтому вот эти вот все растяжки и упражнения, они помогают нам поддерживать наше тело, как у ходячих людей. А это надо, потому что наш организм устроен для того, чтобы мы ходили. Если мы не будем ходить, значит у нас начнутся какие-то вопросы, проблемы. От внутренних органов до кожи. Кожи, суставы. Да, поэтому нужно заниматься, тренироваться, вот какая делать, даже если там разрывы мозга и все остальное. Ну, для суставов, для того, чтобы тромбы погонять, для костей все равно полезно. Даже для внутренних органов. Когда вы становитесь, все ваши внутренние органы, они принимают исходное положение. Вы распрямляетесь, когда вы сидите, они все немножко скручены. И в этом положении, то есть нет полноценного функционирования этих систем органов. Да, и спастика еще и показывает, если вот мочевой полный пузырь, если нету чувствительности, все, спастика может быть, может быть пот выделится. Организм нам сообщает всякими возможными способами. Раз у нас нету связи по центральной нервной системе, он нам сообщает как-то по-другому. Вот человек, да, придумали. Кто-то же придумал. Кто-то же придумал этого человека, вот уже здесь. Ну, мог бы пару мозгов сделать, чтобы один сломал, а другой работал. Да, запасная система, что это? Резерва, резерва нету вообще. Непродуманная система, чуть-чуть, да? Сложная, очень сложная система. Где-то что-то не допаяли. Да. Хорошо. Сейчас мы продолжим наше упражнение. Продолжаем наше упражнение. Проводим ладонную поверхность под угол 90 градусов по отношению к предплечью. Значит, что мы делаем? Толкнули пространство. Из этого положения растяжения уводим одну руку за спину, другую за голову. Толкнули пространство, меняем положение рука. Ты ему накатила где-то там ходила, нет? Нет. А похоже. Сейчас чуть-чуть выдвинусь, Катя. Тебе нравится? Отлично. Главное, чтобы тебе рука за поясничком спряталась. Раз. Толкнули пространство. Два. Растянулись. Три. Растянулись. Четыре. Растянулись. Пять. Растянулись. Шесть. Растянулись. Семь. Растянулись. Восемь. Растянулись. Девять. И растянулись. Десять. Хорошо. Расслабились. Далее мы тоже растянули ручки. Толкнули пространство. И работает плечо-лопатка. Выполняем круговое вращение. Вперед-десять. Отдыхаем. И назад-десять. Либо делаем 10 вперед и 10 назад. Давай. Растянулись. Толкнули. Плечо-лопатка. Описывает круг. Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, и... Хорошо, я почти перестану тиша. Расслабьтесь к следующим вводным процедурам. Вводным. Вводным процедурам, да. Значит, мы занимаемся теперь шеей. Выпрямили спину, расправили плечи, тянемся макушечкой вверх. Помним, что вытаскиваем шею из наших плечевых суставов на протяжении всех десяти счетов. Если выполняете стоя, значит, выпрямили поясничный отдел, делали нейтральное положение корпуса и работаем. Дыхание мы не задерживаем. Мы все это время спокойно дышим. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В момент выполнения упражнения плечи тянутся вниз, макушка тянется вверх, носик смотрит перед вами. Если у вас есть возможность сделать это перед зеркалом, делайте перед зеркалом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабьтесь. Семь раз повторяем, да? Да, семь раз повторяем. Два сделали, нам еще пять. Десять. Ну, еще раз еще. Два сделали, да? Ну, уже точно больше семи. Давай, последний, завершающий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Хорошо. Следующее упражнение. Будем выполнять поворот и... Как это там? Не наклон. Смотри, я когда сплю на спине, на одну сторону ложу, сплю, 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 сплю. Потом надо повернуть на другую, она у меня шея начинает болеть чуть-чуть. Затекает. Потом походит, а затекает просто. Смотри, а сколько ты всяк спишь? Да каккуда я знаю, я же не засекаю время. Просто ну все. Наверное, у всех, кто-то на одном боку спит, потом спит, 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 потом раз. Нет, прям вот шея, говорит, вот эти... Ну, так правильно, ты же на спине ты раз повернул голову, она у тебя находится в одном положении. То есть это все правильно. Ладно, хорошо, давай. Поменять положение, это вот только что мы говорили про спину. Все. Кричать на него. Выпрямили спину. Постоянно. Плечи увели назад и вниз. Подбородок это у нас точка, на которую мы ориентируемся. Отвели к плечу, приподняли вверх, опустили к плечу и в центр. Опять. Только в одну сторону. Давай. Раз, два, три, раз. Раз, два, три, два. А у меня затылок не запрокиняется? Нет. Раз, два, три, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, пять. Раз, два, три, шесть. Он сейчас устал в спину, чем шея заниматься. Давай. Раз, два, три, семь. Еще три. Раз, два, три, восемь. Раз, два, три, девять. И раз, два, три, десять. Сделали нет, нет, нет малоамплитудное движение. Да, да, да. Немножечко расслабили шею. Изо одной спины облокочение. И выполняем в другую сторону. Нет, 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 нет. Да, да, да. Выполняем. То же самое выполняем в другую сторону. Стали ровно, либо сели ровно к плече. Раз, два, три. Раз, раз, два, три, два. Раз, два, три, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, пять. Раз, два, три, шесть. Раз, два, три, семь. Раз, два, три, восемь. Раз, два, три, девять. Завершаем. Раз, два, три, десять. Хорошо. На сегодня достаточно. С первой частью мы закончили. Переходим к основной части нашего занятия. Мы начнем вертикализироваться возле шведской стенки и выполнять упражнения там. Да? Да. Шведская стеночка. Дима растягивает спину. И первое, что мы делаем, мы теперь скобилируемся для того, чтобы размяться. Ух ты! Да, ну, как ты что-то такое. Это... Значит, выталкиваем нос, спастика присаживает Диму. Вы же одна посмотрите, как это, да? Если еще ни разу не видели. Как это происходит, то есть пытается Дима вытолкнуть таз вперед, а максимально вытолкнуть колени назад. Если вы встаете в коленном поре, значит, коленный сустав ставится в колено-упор, стопа тоже находится, лодыжка под коленным суставом, и максимально тянется таз, как будто вы пряжечка или меня, тянетесь к шведской стенке. Теперь, после того, как Дима все-таки выпрямился, он прорабатывает, когда уводит таз назад в большей степени под коленную ямку, для того, чтобы потренировать сухожилие, и колено замыкалось. Потому что чем дальше вы выставляете таз назад, тем быстрее колено будет замыкаться. А собственным напряжением он удерживает колено прямым. Когда таз уходит вперед, вот в этом положении, раскрывается тазобедренный сустав, и максимально растягивается тазобедренный сустав, раскрывается точнее, и растягиваем переднюю брюшную стенку. После того, как поработали в этом движении направлений вперед-назад, поднимаем руки вверх, подаем таз вперед и еще больше раскрываем тазобедренные суставы, плюс мы по максимуму растягиваем весь объем передней брюшной стенки, плюс корпус верхнепречевой пояс. И переходим к следующему упражнению. Перекад носка на пятку выполняется за счет того, что вы переносите вес тела вперед и уводите его назад. Когда Дима делает движение вперед, он выполняет еще немного прыжковое движение, где-то за счет рук, где-то за счет спины. Ну и естественно в этом во всем будет участвовать и проножная мышца, и прорабатываться колено-стопный сустав. Выполняем 10 раз для разминки, после чего выполняем переноси с правой ноги на левую ногу. Либо просто переносите вес с правой ноги на левую и даете опору осевую по всем суставам в этой оси. Либо можно выполнять, если получается, тоже такое как будто подпрыгивающее немножко движение на одну, на другую сторону. В этом случае будет тренироваться, то есть амортизирующая полетность колено-стопного сустава. Обязательно перед вертикализацией, перед основными упражнениями в положении стоя, вы должны встать и размяться, а не так, чтобы встали и погнали работать. То есть немножечко размяться, пошевелить, либо просто встать там, либо даже просто встать, постоять. Это тоже будет посеваемое на все суставы и органы системы, поэтому это тоже будет уже для вас разминкой. А мы сейчас поворачиваемся, фиксируем стопы, пойдем гулять по дуну. Будете считать? Да. Раз. Два. Четыре. Четыре. Позовно. Пять. Честь. Семь. Восемь. Девять. Назад чуть-чуть. Двадцать. Двенадцать. Двенадцать. Грудь и подверг. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девять. Двадцать. Двадцать. Двадцать два. Два. Двадцать три. Двадцать четыре. Двадцать четыре. Как предъявится 32 33 34 36 36 37 38 38 38 39 40 40 40 41 41 41 41 42 42 41 41 42 43 42 43 44 Давай, забрались, с силами. Раз, два, три. Отдай мне левую ногу, отдай мне правую ногу. Ну давай маленький, ну или что? Надо пытаться съесть. Так, отдай мне левую ногу. Давай. Обязательно с дыханием растягиваемся с глубоким выдохом. Присядь, посидим. Сейчас я гляну камеру. Разберемся, раз, два, три. Встал? Не у меня. Чуть-чуть на себя делаю ногу ногу. На тебя? На себя, на тебя. На меня? Вот так. Там много? Я сам поправлю. Все. Ну что, пробуешь отпускать? Или еще растягиваемся? Давай. Нет. Так не пойдет. Правую тоже мне надо, да? Нет, подожди. Ладно, все равно надо делать. Пускай. Давай. Начни с молодым для этого. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семь. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Двадцать. Один. Двадцать. 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 Убейте меня лучше сразу. Нет. Это что, останови-то? Давай. Ух. 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 Ну что? Буду пробовать. Давай. Два. Три. По ногам. Неправильно какая-то нога стоит. Только было так. Лучше? Нет. Уже? Нет. Нет, не эту ногу трогаешь. Вот это надо. Назад. Внутри. Ага. Ух. 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 Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Тринадцать. Ух. 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 Семнадцать. Шесть. Ух. Семнадцать. Девятьдесят. Двадцать. Двадцать. Ух. Ух. Двадцать. Ух. Ух. Двадцать. Восемнадцать. Двадцать. Делить. Хорошо. treatment. Сейчас этот подход один, а потом мы, далее, поработаем на себе又я ост seventh slap plain. Сейчас, подожди. Что значит выпрямился? Отпускаю? Да. Раз, два, три, четыре, пять. Нормально? Шесть. Семь. Эй, нормально. Вот на себя. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Нажми. Пускай. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50, 39, 40. Да, я настроила, что ты сейчас 50 будешь делать. И не могу. И не могу. Ну да, готов. Не, не готов. Вообще никогда не готов. Просто хочешь, чтобы это закончилось быстрее. Ну, значит, начинаем. Да, вы на себя. Сейчас еще чуть-чуть, пожалуйста. Я сам. Так, сейчас я становлюсь и работаю. На какую становимся? На левую. Хорошо. Сейчас, подожди. Надавите? Левую на себя. Так? Да. Стоишь? Да. Правую. Подожди, подожди. Я уехал. Давай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Ставь. Мне не очень понравилось, как ты вывернулся. Ты присядешь? Да. По левой стороне. По левой стороне ты прям выкрутился. Конечно, вставай. У меня неправильно. Упражнение идёт неправильно. Упражнение идёт неправильно. Все. Тихо. Тихо. Ух. Чуть-чуть на себя. Управнив. Левой стороне. Чуть-чуть на себя. Я сейчас стану. Так. На какой стоим? На правой? Да. Нет, выдают. А, на правой стоим. Ну, я же спросила, на правой стоим или на левом? Мне всё равно. Давай на правой. Стол на правой? Отдал мне левым? Раз, два, три, четыре. Подожди, пожалуйста, нажми, 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 нажми на лево. Давай. Стоишь? Да. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Стоишь налево. Сейчас, подожди. Мне надо сесть. Садись. Попробуй меня на колене клево. И это? Да. Стоим налево и делаем право, да? Да. Ты готов? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. У нас обнимаемость платья. Да, 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 уходи, уходи, уходи. Лова? Лова. Да, я тебе сейчас как сядь, дядя Дима. Так, закончили мы основную часть упражнений. Кстати, практически я не комментировала сегодня что-то из. Ну, я думаю, что мы не первый раз их делаем, поэтому достаточно понятно все было. Значит, сейчас мы сделаем растяжку. Левились на живот, и я хочу после наших упражнений растянуть четырехглавую мышцу. Я сгибаю ногу в коленном суставе, немножечко завожу, ну, заодно и проножную потяну. Завожу голеностоп тыльным сгибанием голени, вывожу пяточку, и при этом сгибая ногу в коленном суставе. Максимально растягиваем четверглавую мышцу из этого положения. Если нестабильная лодыжка, да, то мы ее лучше подфиксируем в этом положении. Так, второй рукой. Потянули, расслабили. Делаем так. Три, пять, десять раз. В зависимости от того, для чего. Если это чисто разминочка, или убрать какую-то спастичность можно, а три, пять. Если это все-таки полноценная растяжка, то десять и более. То же самое по второй ноге. Убираю. Хорошо. Теперь прижимаю таз к кушетке и беру собранную ногу в коленном суставе, отрываю бедро и колено от поверхности кушетки. Дима глубоко дышит. Не знаю, почему у меня спина болит, когда тянутся поясницы, мышцы. Мышцы сами. Ну, мышцы поясницы. Ну, и бедро. Я сделала акцент на то, что вроде не должно. Вот я так называю. Нет, нет, ты когда тянешь. А, когда тяну, да, нормально. Потому что я тяну пресс, а мышцами-антагонистами пресса являются как раз мышцы спины. Вот, тут, понимаешь, начинается такая легкая боль. Ну, именно мышечная, а не какая-то там. Хорошо. Вот так делаем до десяти раз. И то же самое выполняем со вторым набором. Да. Движение, фиксируем. Отнимаем. Хорошо. Теперь мы переворачиваемся. Так, поясницы забили себе вообще в концерт. Наверное, как-то все-таки в каких-то моментах, упражнениях я делал что-то по-другому. Потому что у меня именно поясницы. Понимаешь? Понимаешь. Так, укладываемся ровненько. И первое, что мы делаем, это отведение ноги в сторону. Немножечко разворачиваем голеносток в сторону, наружу и вверх. Уводя ногу в этой же траектории. В этой же траектории движения. Колено у нас остается прямым. Потихонечку ввели в сторону. Нашли точку ограничения. Побыли в этой точке. И вернули ногу в исходное положение. Если у вас есть спастичность, то вы через спастику не боретесь. Вы довели, побыли. Спастика ушла. Можно еще довести. Если вас жестко возвращает ногу назад, дайте ей эту траекторию движения. Верните ногу чуть-чуть в обратную сторону. И затем опять выводите на растяжку. Выполняем так до 10. Теперь сгибаем ногу в коленном тазобедренном суставе. Максимальный угол сгибания. Тоже работаем по ощущениям, либо по спастичности пациента. Максимально согнули. Вторая нога фиксирована, прямая. И выпрямляем. Так выполняем до 10 раз на каждую ногу. Сказали еще полтора недели. Прорабатываем тазобедренный сустав. Выполняем круговое вращение. Сгибаем ногу в коленном тазобедренном. Уводим немножко в сторону. Внутри держа коленную ямку. Упрямляем ногу. Выполняем такие вращения. До 10 раз в каждую сторону. Затем сгибаем немножко спокойным наблюдением в центр и выпрямляем. Обязательно фиксируем под коленную ямочку. На обе ножки до 10 раз и более. В зависимости от того, делаете вы просто разминку, либо вы делаете упражнение. Далее сгибаем ногу в коленном тазобедренном суставе. Немножко фиксируем голеностоп. Вот я таким вот образом просто стопой поставила. И между стопой поставила свои ноги. Потому что в момент наклона отведение тазобедренного сустава в сторону. Вторая нога фиксирована. Либо за бедро фиксируем, либо можем фиксировать за крыло таза. Уводим. Сильно не жмем. То есть у нас нога прям полностью не раскрывается в тазобедренном суставе. Попробуйте всегда на себе, если не знаете, насколько она уводится. У кого-то будет ограничение больше, у кого-то меньше. Возвращаем в исходное положение. Очень аккуратно. То есть вот нога упала. Я буквально чуть-чуть дожимаю Диме. И все. Если есть какая-то спастичность, которая возвращает ногу, значит нога упала. Или чуть-чуть подожареет. И тоже побыли в паузе. Следующее упражнение. Выполняем подъем прямой ноги. Если колено сгибается вот таким вот образом на фоне спастичности или батонуса, то в этом случае вы фиксируете ортезом. У нас здесь справляемся без ортезов. Я фиксирую выше наколенника, за бедро. Нога прямая. Вторую ножку фиксирую тоже своей ногой, чтобы подколенная ямка не поднималась. Увожу ногу. Фиксирую это положение. И потом возвращаю в исходное положение. Выполняем до 10 раз на каждую ногу. Далее прорабатываем еще икроножную мышцу и полное растяжение задней поверхности. Фиксирую ногу выше наколенника. Второй своей рукой максимально увожу тыльную часть длинностопной стопы к голени. Вывожу пятку из этого положения и расслабляю. Нужно давление поднял. Вывожу и расслабляю. Все хорошо. Пусечка. Поднялась, не опустилась. Хорошо. Еще тут как-то я даже не ждал другого. И все эти же упражнения выполняем по второй ноге. Подошла к концу наша тренировочка. Хорошо поработали. Я думаю, Дима устал. Я устал очень сильно. Очень хорошо поработали. У меня, как в ключевике, это новая мышца. Потому что у меня поясница болит по-другому. И ноги болят по-другому. Либо я шел вот с этим акцентом на грудь как-то. У меня вот здесь вот пресс очень болит. Вообще вот здесь крестцово-поясничный отдел очень сильно болит. Ну бедра. За бедра вообще. Вот когда вот здесь делал первый раз, там кривился телом, а потом старался. И оно уже, конечно, все совершенно по-другому. Катерина. Вам слово. Да, то есть вы понимаете, что когда вы делаете более осознанное движение, вы понимаете, как должна идти нога, куда должна идти траектория движения. В этом случае включаются правильно мышцы, выполняется правильное движение, сила в мышцах пребывает и становитесь более крепкими и здоровыми. Так что обращайте внимание на технику выполнения упражнений. Пусть она, да, будет чуть поменьше раз сделаете, чуть поменьше нагрузки. Но если это будет правильно, потом будет прогресс другой и будет больше, лучше. Польза будет другая. Народ, оставайтесь с нами на канале. Спасибо, что смотрели нас. Делитесь нашими видео. Будьте все здоровы. Пока. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok